Привет, друзья! Меня зовут Нина Бергман. Давайте сегодня поговорим о парфюмерии. Несмотря ни на что, пришла весна. И сегодня я хочу поговорить с вами о цветочных ароматах. Я сама ношу сейчас цветочные ароматы достаточно мало, не так часто, как я делала это в прошлом году. Но, тем не менее, мне хочется сделать подбор именно весенних цветов, которые я вижу и представляю себе именно сейчас, в это время года. В подборке будут ароматы разных ценовых категорий. И всего будет у меня 12 ароматов именно весенних цветов. Вообще, я планирую снять 3 видео о цветочных ароматах. Ароматы весенних цветов, ароматы летних цветов и ароматы цветочные, которые я лично ношу круглый год. Если вам это интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и давайте же начнем. У нас сегодня в подборке 12 ароматов. Начать я хочу с прекрасного аромата, с которым я познакомилась в прошлом году. Это новинка прошлого года. Аромат дома Исей Мияки Эджоп. Аромат про сирень. Прежде всего, но я здесь слышу в первую очередь именно не цветок сирени, а такую пудру, цветочную пудру. Как будто сирень уже вот, наверное, на поздних стадиях цветения сорвали, высушили цветочки и истерли именно вот в пудру такую цветочную. Для меня это почему-то прежде всего аромат достаточно пудровый. Но и сирень здесь, конечно же, цветок сирени слышен очень явно. Сирень здесь на мой нос слегка индолит, что добавляет ему такую изюминку. Прекрасный аромат. Достаточно громкий, достаточно яркий. Не надо его тоже недооценивать. Если не переборщить, то прекрасно можно носить, конечно же, в любое время года. Но сейчас весной, мне кажется, он особенно хорош. Может быть, это связано с тем, что я с ним познакомилась, если мне не изменяет память, именно прошлой весной. Аромат Эджоп Исей от дома Исей Мияки. Очень красивый флакон. Единственное, конечно, неудобство всех флаконов, которые нужно хранить вот так вот в лежачем положении, заключается в том, что они занимают много места в шкафу. Это, конечно, не очень удобно, но сам флакон очень красивый, его приятно держать в руке. Немножечко неудобно сделан здесь вот этот вот распылитель. Как бы эту кнопочку нужно нащупать, но пару раз потренировавшись, дальше получится уже все прекрасно, замечательно. Аромат с сиренем очень неплохой. Следующий аромат, о котором я рассказывала в одном из предыдущих видео, носила в этом году много достаточно. Это мой первый Amouage Reflection. Очень капризный, прихотливый такой аромат. В первую очередь про фрезию на мой нос. И фрезия у меня вообще частенько ассоциируется со свежителем воздуха для туалета. Поэтому этот аромат тоже сначала, я его давным-давно когда-то обоняла из атлеванта, и он не произвел на меня впечатление. Мне действительно показалось, что это какая-то химическая, синтетическая субстанция, больше предназначенная как освежитель воздуха, нежели как парфюм. Но потом, попробовав его в магазине, именно с такой вот дождливой весенней погодой, я поняла, как он красив, и таким образом у меня появился флакон. Он действительно прекрасен. Если он хочет, если у него хорошее настроение, и он решает показать себя со своей лучшей стороны, то он раскрывается действительно очень-очень красивыми цветами. Прежде всего фрезией, но я здесь чувствую еще и массу других компонентов. Зеленью замечательной, таким вот цветущим садом после дождя. Наряду с фрезией здесь слышны еще другие цветы, как я уже сказала, и слышна какая-то еще такая водная составляющая. Как будто пресный водоем, может быть, даже немножечко покрытый тиной, как-то так, с гнильцой чуть-чуть. Ну, на самом деле, это очень красиво. Повторю, что аромат капризный, по крайней мере, у меня, в моих руках он ведет себя хорошо только тогда, когда ему этого хочется. Вот, поэтому нужно быть готовым к любым сюрпризам с ним, но тем интереснее. Тем интереснее, на мой взгляд, выстраивать с ним какие-то взаимоотношения. Следующий аромат цветов, который я очень люблю весной, это мимоза Танерон от дома Перис Монте-Карло. Очень натуралистичная, на мой взгляд, мимоза с зеленью, с веточками. Она очень яркая, вот эти пушистые шарики мимозы очень-очень ярко считываются здесь. И такое впечатление, действительно, что вот эта вот пудра пыльца, желтая, которая находится на этих мимозных шариках, просто залетает в нос. И хочется даже протереть нос, потому что кажется, что он испачкан в этой пыльце. Но аромат все-таки такой, достаточно колкий за счет зеленой своей составляющей. Очень красивый, очень реалистичный. Потом, по мере раскрытия, он уходит больше в кремовость, в уходовую косметику. И благодаря этому я считаю, что носить его можно не только в марте, когда, в общем-то, куда он и отсылает по настроению, когда цветет мимоза. Но и всю весну, в общем-то, можно носить на самом деле круглый год. Моя мама, кстати, любит этот аромат, и она носила его всегда. И это было хорошо. Я с удовольствием его с нее обоняла. Прекрасный аромат. Можно носить всегда, если любите вот это вот кремовое такое раскрытие цветочных ароматов. И больше направленность в уходовую косметику. Потом, через пару часов, через пару часов, он действительно очень красиво развивается на коже, очень красиво затихает потом. Следующий аромат, который я тоже показывала уже много-много раз. Я его очень люблю. Этот аромат со мной очень давно. Это Cheruti 1881. Это уже, я не помню, какой по счету мой флакон. Я его очень люблю, повторюсь. Ношу послед... Ну вот, ношу его еще, наверное, с юности. Конечно, он у меня заякорился, поэтому это является одним из моих парфюмерных я, на самом деле, этот парфюм. Мне кажется, что в последнее время он немножко изменился. Я его не так часто носила, но вот последний раз, когда я его надевала пару месяцев назад, мне показалось, что он стал выдавать больше синтетики, нежели раньше. Я еще попробую пару раз его поносить. Если это повторится, тогда, увы, придется расставаться с новоделом и искать винтаж. Но я думаю, что это, на самом деле, не сильно сложно, потому что аромат очень распространен, как в прошлом времени, так и в настоящем. Поэтому я думаю, что найти винтажную версию будет не так уж сложно. Единственное, я не знаю, как он хранится. Можно ли еще найти что-то в хорошем состоянии? Ну, посмотрим. Но вот из флакона он пахнет прекрасно. Из флакона он мне не выдает никакой синтетики. Прежде всего, я слышу здесь ромашку, но ромашка, опять же, вот более уходит в косметику, в уходовую косметику. Ромашка кремовая, немножко сливочная. Много еще других цветов, немножечко сена сухого. Очень красивый аромат. Аромат весной просто великолепен. Летом тоже хорош. Я его, на самом деле, ношу и осенью, и зимой. Но осенью, и зимой больше дома, возможно, потому что на улицу как-то просто не хочется. А вот весной и летом прекрасный аромат, в принципе, для меня именно для выходного дня. Но так я его в офисе тоже прекрасно вижу. Вот из флакона. Замечательный, чудесный. Люблю его. И даже если придется с ним расстаться, то я обязательно поставлю на полку винтажный вариант. Следующий аромат весенний. Это Narcissa Rodriguez Fleur Mask. У меня в версии парфюмерная вода. Сразу скажу, что туалетная вода мне нравится больше. Здесь аромат прежде всего про пион. Пион очень яркий, красивый, свежий, немножечко с росой. Такой влажной составляющей. И, конечно, очень-очень ярко читается вот этот родригесовский мускус. Здесь он чистый. Здесь он очень хорошо воспринимается. И этот аромат легко носить. Почему мне нравится больше туалетная вода? Там аромат в целом легче. Там легче мускус, там не так ярко выраженная вот эта вот мускусная именно база, составляющая. И за счет этого весь аромат звучит намного легче. И это мне, честно говоря, нравится больше. Я раздумываю на том, чтобы поменять этот лакон на туалетную воду. Но, опять же, еще не знаю. У меня мускусный пион. Еще есть другой аромат, очень красивый. Это роза пиония от дома Angel Schleser. Мне там очень нравится вот именно этот пион с мускусами, прекрасен. Поэтому, может быть, мне и стоит остановиться на Fleur Mask парфюмерная вода. Ну, не знаю, посмотрим. В общем, хороший аромат, хороший выбор на весну, когда уже станет чуть-чуть теплее. Это вот, на мой взгляд, май. Уже туда ближе к лету. Но все равно я отношу этот аромат именно к весенним цветам. Следующий аромат. Мой любимец. Это магнолия от дома Ивроше. Давным-давно снятость. У меня он заякорен. С временем, когда мы только приехали в Германию, это было непростое время. Это было очень давно. Страшно вспоминать, сколько лет назад. Но, тем не менее, я тогда была совсем-совсем юна. А в юности, как известно, и солнце светит ярче, и трава зеленее. Поэтому все равно этот аромат у меня заякорился с очень хорошими воспоминаниями. На сегодняшний день он звучит, конечно же, ретро. Магнолия здесь достаточно тяжелая. Наряду с магнолией слышна здесь вот такая, достаточно серьезная база, амшистая. Присущая ароматам ретро направления. Еще здесь слышны другие цветы, возможно, тубероза. Потому что цветочный блок такой достаточно плотный, хорошо сбитый, крепко сбитый. Но, несмотря на все это, аромат не звучит тяжело. Когда его наносишь на себя, это не звучит каким-то таким монолитным сооружением. Это действительно получается такое не облачко, а скорее одеялка, покрывалка. Но одеялка все-таки цветочное, а не шерстяное. Опять же, уходит немножко в кремовость, чуть-чуть замыливается самую малость. Но, в общем и целом, для меня лично звучит очень красиво. Я, честно говоря, не знаю, почему я его из видео в видео продолжаю показывать, потому что это, на самом деле, снятость. В Германии его найти еще можно за адекватные деньги. Он тоже, видимо, был немаленький тираж. И аромат у меня совершенно живой, прекрасно себя ведет. Я его с огромным удовольствием ношу. И сейчас, весной, конечно, он меня возвращает вот туда, в мою юность. Следующий аромат. Цветочный. Это аромат от дома у Беган, Ирис де Шампс. Ирисы вообще весной я, честно говоря, люблю не очень. Я люблю ирисы зимой, в феврале и ранней весной тоже. Но вот сейчас уже не очень, но сейчас как-то вот тянется, тянется душа к ним. И ношу с удовольствием ирисы много и часто. Но хотела показать вам сегодня именно его. Я уже показывала его и не раз. На мой взгляд, это очень красивый ирис. Ирис, он начинается достаточно легко, такими цветочными ирисами, немножечко пудровыми, немножечко сдержанными, интровертными в любом случае. А расходится он уже, уходит больше в корень ириса. Вот это такая морковная немножечко составляющая, морковная, землистая. Очень красиво раскрывается. На самом деле, вот из-за этой базы у меня были сомнения, нужен ли мне вообще флакон. Но потом я поняла, что действительно нужен, потому что аромат безумно интересен. Он очень интересен в раскрытии его за счет того, как он сильно изменяется и какие грани ириса он демонстрирует нам по мере своего раскрытия. Прекрасный аромат. Если любите ирис и не знакомы с ним, прям настойчиво рекомендую познакомиться. Потому что действительно здесь вы найдете ирис, в общем-то, во всех его воплощениях и проявлениях. От цветка до корня, со всеми развитиями, со всеми нюансами. Очень красиво звучит и раскрывается аромат. Ирис де Шамс от дома Убеган. Следующий цветок, который, в общем-то, ну никак в весну не вписывается, но в эту весну он у меня вписывается на ура. Это аромат Velvet Love от дома Dolce Cabana. Показывала его тоже уже тысячу раз. У меня с ним какой-то запой происходит в последнее время. Я ношу его очень часто. Аромат про гвоздику. Прямо вот про гвоздику гвоздичную. Причем здесь гвоздика как цветок, так и специя. Но гвоздика здесь очень непривычная. Потому что я привыкла к гвоздике такой очень резкой, громкой, настырной. А здесь гвоздика очень мягкая, сдержанная. Не побоюсь этого слова. Возможно, даже интровертная, но интровертная какой-то такой вот... Ну, интровертность здесь какая-то такая очень уверенная. Интровертность очень уверенного в себе человека. Раскрывается аромат очень нежно, мягко, кремово. Совершенно нетипично для ароматов с гвоздикой. Но гвоздика здесь очень ярко выражена. Аромат прежде всего про нее. Но, опять же, вот очень мягкую ее составляющую. Непривычное, на мой взгляд, такое прочтение гвоздики. Очень красиво, очень глубоко. Аромат тоже очень красиво раскрывается. Становится все более мягким в своем развитии. Я его просто вот обожаю. В принципе, для меня это всегда была такая осенне-зимняя история. Но этой весной я его ношу все снова и снова. И никак не могу убрать от него свои ручонки. Потому что просто безумно красив. Толь Чакабана Velvet Love. Хорош. Хорош. Что тут скажешь? Хорош. Следующий аромат, который хочу обязательно вам показать. Это аромат от дома Мюклер. Из их линейки Les Exception. Называется Supra Floral. Я про него уже рассказывала. У меня с ним отношения на самом деле складывались сложно. У меня был флакон. И я его прям долго подходила, много подходила, пыталась разносить. Но в итоге решила, ну хватит, наверное, уже хватит грызть кактус. И я флакон свой подарила. Подарила девушке, которая с удовольствием его носит. Я очень рада. Но вот этой весной, где-то, ну вот, не знаю, даже с конца зимы, наверное, почему-то я начала о нем думать. И мне захотелось вернуть его на полку. Что я, в общем-то, и сделала. И не жалею, потому что я носила его сейчас очень активно. Это, на мой взгляд, достаточно реалистичный аромат гиацинтов и ладана. Ладана я очень люблю в парфюмерии. Но вот это совершенно непривычное, необычное сочетание ладана и гиацинтов. Просто, с одной стороны, действительно непривычное. Да, поэтому у нас не случилось любви с первого вздоха. Но, тем не менее, любовь случилась потом. Очень красивый аромат. Аромат гиацинтов, конечно же, доминирует. Ладан идет на вторых ролях. Но вот это вот все звучит очень необычно, очень по-весеннему и достаточно ярко. Но не кричит. Аромат действительно не кричит. Я делаю где-то три распыления. Мне хватает часов на пять, на шесть. Больше мне, в общем-то, и не нужно. За что ему тоже большое спасибо. По мере развития он красиво стихает и тоже выдает какую-то кремовую составляющую. Не молочную, а именно кремовую, что, в принципе, мне очень нравится именно в раскрытии цветочных ароматов. Когда резкость уходит, больше какую-то косметическую кремовость и потом на этом аромат затихает. Хорош, очень хорош. Если любите цветочные ароматы, особенно гиацинты, особенно необычные цветочные ароматы, познакомьтесь обязательно. Следующий аромат, который я люблю носить, когда уже стало тепло, вот май, ну, в общем, где-то вот, наверное, сейчас уже примерно. Это тоже, к сожалению, снятость. Аромат от дома Виктора и Рольф из их линейки Magic Dancing Roses. Не буду лить, сыпать, сыпать соль на рану. Аромат, к сожалению, снят. Но вы знаете, он хорош. Для меня это прежде всего про цветение вишни. Я как раз недавно гуляла под цветущими вишневыми деревьями. Мне показалось, что этот аромат скорее не про роза, а именно вот про цветущие деревья вишни. Но я не могу сказать, честно, что этот аромат что-то прям такое совершенно уникальное. И нужно сейчас за ним гоняться и за какие-то совершенно бешеные деньги заказывать остатки, которые распродаются периодически где-то. Он хороший, он красивый, он прозрачный, летящий, веселый. Он действительно напоминает, вот, когда дует ветер на цветущие вишневые деревья, и с них облетает вот этот цвет. Это очень красиво. Но мне кажется, подобного направления, подобных ароматов достаточно много. И я бы не стала, честно говоря, сейчас гоняться за ним и платить за ним какие-то бешеные деньги. Если вдруг в какой-то совершенно непонятной чудесной случайности мне вдруг подвернется полноразмерный флакон за адекватную цену, адекватная цена, я считаю, за него, ну, меньше 100 евро, да, тогда я с удовольствием его возьму. Но так я сношу, наверное, свою миниатюрку и больше гоняться за ним не стану, потому что я уверена, что если я задамся целью, я найду что-то похожее в других каких-то ароматах. Или же вполне возможно, что Викторон Рольф когда-то в какой-то из линеек будущего перевыпустит эти ароматы в том или ином виде. Будем следить, будем ждать, да. Но пока я просто хочу немножко облегчить ваше страдание тем, что не стоит, я считаю, он красивый, он классный, я ни в коем случае не умоляю его красоты, но вот правда за ним гоняться и как-то переплачивать, наверное, не надо. Вот, а так хороший аромат на весну, сейчас с удовольствием ношу, да, можно им так щедро, хорошо политься. А вот что на меня произвело неизгладимое впечатление, это аромат от Дома Кортье, Де Лун, Луна, по-моему, да, переводится. Мне пришел буквально вчера, пришла вот эта вот миниатюрка, мне посчастливилось ее купить на ebay по какой-то совершенно смешной цене. Мне вообще очень нравятся миниатюрки Кортье, они, ну, прям как такие игрушечки, очень прикольные. И, что самое главное, они со спреем, это очень хорошо, я не люблю миниатюрки, честно говоря, с плэшем. И, в принципе, 15 мл, ну, мне совершенно точно больше, чем достаточно. И вот он на меня произвел впечатление. Я его еще не разнашивала на коже, я просто вчера его быстренько обшипнула на себя. Он такой интересный, он такой многогранный, он... Во-первых, очень холодный, очень отстраненный, вот действительно какой-то... Нет, не аромат снежной королевы, потому что он все-таки не ледяной, а он очень холодный, наверное, вот с точки зрения проявления чувств, очень сдержанный. Здесь я слышу прежде всего какие-то лекарственные травы. Я понимаю, что сейчас у меня, возможно, полетят тапки, потому что ничего подобного, мне кажется, в пирамиде не заявлено. Я вчера заглянула в пирамиду, но я не вникала, я просто была удивлена. Вот лекарственные травы горькие, типа зверобоя. Ромашки, возможно, но это все очень засушено, прям засушенные-засушенные лекарственные травы, прям лекарственными-лекарственными травами аптекой пахнет. И жимолость я здесь слышу очень явно. И вот эти два компонента, ну, на мой взгляд, достаточно несовместимые, да? Такая, в общем-то, радостная, радостная, белоцветочная аромат жимолости. И вот эта вот абсолютно сухость такая резкая, травная, она дает какой-то потрясающий контраст. И это все так красиво, интересно звучит. Я еще не придумала, когда же лучше всего его носить, но мне кажется, сейчас, весной, это будет лучше всего. Потому что летом, возможно, будет жарко, хотя, может быть, в жару как раз он, потому что очень холодный, он будет хорошо звучать. Может быть, он зимой тоже будет прекрасно звучать, если захочется усилить вот этот вот эффект. Но, мне кажется, сейчас по весне прекрасен. Тоже снят, ну, простите, у меня сегодня действительно какие-то снятые ароматы попались. Но мне вот повезло с миниатюркой. Если вдруг получится попробовать, попробуйте, потому что аромат, мне кажется, очень достойный внимания и интересный, интересный в любом случае. И еще одна миниатюрка от Cartier, которую я хотела показать. Я вам показывала уже, мне кажется, этот свой наборчик из трех миниатюр. Красивущий, классный. Это у меня в весеннюю подборку вошел ландыш. Я вообще купила этот набор. Там у меня ландыш роза и магнолия. Прежде всего из-за ландыша, потому что очень красивый. Очень. Я не могу сказать, что я очень много ароматов с нотой ландыша пробовала в своей жизни. Но из того, что я пробовала, это лучшее. Ландыш здесь прозрачный. Он как будто наполнен воздухом, ветром, талой какой-то капелью. Хотя где ландыш и где талая капель, я не знаю, но почему-то у меня вот так вот складывается картинка. И он здесь очень нежный. Он не кричит, он не давит. Потому что ландышевый аромат мы знаем в состоянии придушить. Если, может быть, переборщить или если какая-то реакция организма бывает на этот компонент. Вот здесь, мне кажется, им невозможно убить и оскорбить вообще никого. Потому что он очень сдержанный, прозрачный. Он действительно вот звенит прям как колокольчик. Потрясающий аромат. Хрустальный какой-то. Вообще волшебный. И учитывая, что я ландыши ношу ровно два раза в год по большим праздникам, когда у меня есть такое настроение, мне 15 мл хватит, мне кажется, очень-очень надолго. Поэтому тоже идеальный объем. Ландыш от Cartier. Великолепен. Просто великолепен. Друзья, это была вся моя подборка цветочных весенних ароматов. Вы, наверное, обратили внимание, что не было ни одного аромата с нотой розы. Дело в том, что я очень люблю розу в парфюмерии. У меня очень много ароматов с нотой розы. Я думаю, я сниму про розы отдельную подборку, а возможно, даже два или больше видео. Я не знаю, слышали вы сейчас это или нет. Там что-то у них происходит веселое в соседней комнате. Это хорошо. Друзья, а я с вами прощаюсь. Я желаю вам всего наилучшего. Я желаю вам прежде всего силы спокойствия. Я уверена, что все будет хорошо, потому что настала весна. Я понимаю, что многим из вас сейчас мои видео помогают. Они помогают мне тоже. Мне помогает сейчас говорить с вами о парфюмерии. Это благотворно сказывается на моем психическом здоровье. Я знаю, что многие из вас со мной согласятся, и многим из вас это помогает тоже. Поэтому я благодарю вас за внимание. Я вас обнимаю. Я желаю вам спокойствия и сил. И я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok